И другим темам ничего не осталось, кроме надежды. Курянин Георгий Тедешвили в одно мгновение стал инвалидом. Уже шесть лет парень прикован к коляске. Живет вместе с родной сестрой на съемной квартире. Практически вся его пенсия уходит на оплату жилья и скудное пропитание. Недавно в душе Георгия забрежила надежда. Один из столичных реабилитационных центров согласился помочь парню. Но все упирается в финансы. Моя мечта такая, чтобы встать на ноги. Георгий и Анна не разлей вода. Они вместе и в горе, и в радости. Родная мать отказалась от детей практически сразу, как они появились на свет. Сын и дочь вырастил отец. Но четыре года назад он ушел из жизни. Сердце не выдержало. До трагедии семья жила в Монтуровском районе. Парень вырос на просторах Курской области, занимался строительством. Но однажды во время работ рухнула крыша, и Георгий упал с 7-метровой высоты. Сломал шейные позвонки. Держали меня в Монтуровском районе так долго. Потом уже, когда отец приехал, меня перевезли в Курск. То есть время ушло? Ну да. Должны были в течение 24 часов прооперировать. Меня продержали в Монтуровском районе. Много больниц. Жизнь Георгия разделилась на до и после. Без сознания он находился пять суток. Очнувшись в реанимации районной больницы, понял, что с ним произошло нечто страшное. Парень не мог шевелить руками и ногами. Через неделю его доставили в Курск. Но врачи уже оказались бессильны. Несколько лет Георгий и Анна живут на проспекте Клыково. Снимают квартиру на 16 этаже. Денег катастрофически не хватает. Но зато рядом есть областная больница, в которой всегда проконсультируют и помогут. Но поднять парня курские врачи не в силах. Нужно ехать в специализированные реабилитационные центры. Один из них в Москве. Мы в центр ездили, нас там встретили, проконсультировались с ними. Сказали, что возможно даже и буду ходить в дальнейшем. 150 дней лечения обойдутся в 2,5 миллиона. Это неподъемная сумма для парня. Он обращался практически во все благотворительные фонды. Но никто не выделил ни копейки. Попросили написать в следующем году. Но время не ждет. Реабилитацию нужно проводить скорее, иначе поздно. Не проходите мимо чужой беды. Не будьте равнодушны к тем, кому тяжелее всего. Посильные средства можно перечислить на номера банковской карты или телефона. Их вы видите на своих экранах. Они же указаны на нашем сайте. Думаю, что будет все хорошо.